Игрок команды Академии Коноплёва, 3-3, боевая ничья. Что сегодня? Получилось или не получилось? Я уж не знаю, как сказать. Ну, играли на контратаках, хорошие атаки были. Чуть в обороне не хватило чуть-чуть в атаке. Всё-таки ничья – это закономерный результат этого матча? Ну, я думаю, должны были выигрывать. Но ничья – это тоже хорошо. Всё, спасибо, удачи вам. Денис Пушкарёв, игрок «Локомотива», один забитый мяч, две результативные передачи, один из главных героев. Но настроение такое нерадостное, я так понимаю. Ну, конечно, хотелось бы победить. Тем более мы вели с 2-1, 3-2 отыгрались. И поздравляю Коноплёва с хорошей ничьей. Была достаточно интересная игра. Спасибо за хорошую игру. Как вообще? Довольны своей игрой в этом матче или что-то не удалось? Ну, конечно, хотелось бы ещё раз, подчеркну, победить. Мы всегда настроены на победу. И в принципе, по игре будем потом разбирать, смотреть, что не получилось, что надо подкорректировать. И последний вопрос. Какие изменения и вообще, что сказал тренер в перерыве, когда вы проигрывали 1-2? Вроде бы, казалось, всё идёт нормально, 1-0 ведёте. 1-2 в конце первого тайма уже счёт. И второй тайм вышли такие заряженные на результат. Как-то взбодрило вас тренер, что ли, в перерыве? Что сказал в раздевалке? Да. Тренер, в принципе, взбодрил. Сказал парню, ничего страшного. С 2-1 тоже отыгрываются. Поэтому и отыгрались 3-2. В принципе, как и в прошлом матче с Динамо мы с 3-0 отыгрались. 2 отыграли. Но, к сожалению, так тоже проиграли. В принципе, не повезло. Чуть не дотерпели. Но будем работать в дальнейшем. Всё. Спасибо. Удачи вам. Вячеслав Вашкевич, главный тренер команды «Локомотив». По итогам матча ваш комментарий, пожалуйста. Ну, во-первых, хочу отметить соперника. Соперник вышел на игру заряженным. И мне кажется, что в большей степени сработал их план на игру. У нас сегодня многое не получалось. Мы во многих компонентах выглядели гораздо хуже. Будем разбираться, чем это связано. Ну, такая была боевая, интересная игра. Но, наверное, мы недовольны тем, как она складывалась. То есть мы хотим, чтобы больше ребята контролировали мяч, чтобы создавали больше моментов. Сегодня нам больше удавалось играть, наоборот, вторым номером. Поначалу удалось забить, я так понимаю, самый быстрый гол команды в этом сезоне. Затем такая пауза, можно сказать, в игре была. Вообще никаких моментов не было. Угловых вообще ничего не было. Ударов фактически. И в концовке первого тайма пропустили два мяча. Что случилось с командой? Такой вот неудачный отрезок провели. Ну, во-первых, то, что забили молодцы. Настраивали на то, чтобы ребята выходили с первых минут, активно начинали играть. То есть здесь вопросов никаких нет. А вот то, что последовало потом, наверное, этот гол сыграл такую негативную для нас службу, что ребята успокоились немножко, ждали какой-то, наверное, ошибки от соперника, вместо того, чтобы самим брать игру в свои руки и более активно начинать играть, и создавать давление на ворот соперника, больше атаковать. Пропустили, не лучшим образом сыграли в обороне, позволили много сопернику и, конечно, на перерыв ушли при счете 1-2. Потом в перерыве сделали кое-какие коррективы, поправили немножко игру. Второй темп был чуть-чуть получше в этом исполнении, но в конце вы сами видели эти качели, где соперник мог вырвать победу. Еще раз подчеркну, не самая лучшая игра в нашем исполнении, надо разбираться и двигаться дальше. Спасибо, удачи. Спасибо. Сергей Вахтеев, тренер команды Академии Коноплева. Подведите, пожалуйста, итоги матча. Хорошая игра. Хорошая игра с нашей стороны. Мы на правильном пути. Ребята играют в футбол по содержанию во всех зонах. Немножко не хватает нам в обороне. Мы опять пропустили первое, начало. Мы, наверное, будем чемпионом мира по волевым ничьям и волевым победам. Но надеюсь эту ситуацию изменить. Такие качели в концовке, уступали 2-3, сравняли счет, могли выиграть. Вообще ничья – это закономерный исход, на ваш взгляд, этого матча? Нет. Мое мнение, мы сегодня должны были заслуженно победить. Это и по игре, это и по моментам. Но и в конце два момента. Нападающий не забил, но ничего страшного, забил в следующий раз. Все, спасибо. Спасибо.